Здравствуйте, и с вами я, Иннокентий, и его уже как летсплей по игре The Bannin' of Isaac. Ну, пошли. В прошлый раз мне так и не удалось дойти до мамочки. Я умер на полпути от неё. Надеюсь, в этом выпуске я смогу вам показать всю мощь мамы Исака. Ну, мы выберем... Мы выберем Каина. Ну что, пошли. Монетки. И Двупалая Муха. Ну, лучше бы это была чёрная муха. Они нас не атакуют. Ну, что поделаешь. Это Бородач, который мне уже надоел. И мы пойдём вниз. Красные мухи. Какашки. Это же 10 бомб! Нам повезло. Бум. Сейчас мы уже с таким гламурненьким фитилём на голове. Это меня радует. Он так сейчас няшно выглядит. Не хотелось бы с ним прощаться вообще. Ну, макаки эти опять. Которые меня уже немного задрали. И синенький камуш. Оба-на. Нам даже повезло. Сейчас мы пойдём возьмём ещё жизнь. Так как мы немного её потеряли. И пойдём к боссу. Идти больше некуда. В магазин я не пойду. Денег у меня мало. Да и ключик тратить не хочется. Что насчёт тайной комнаты? Я не знаю, где она расположена. И гадать не буду. Пойду сразу к боссу. О, это же червяк. Это же сын пятого босса из СЮПЕМИТБОЙ2. Ой, извините. Просто СЮПЕМИТБОЙ. Я что-то начинаю путаться в цифрах. Меня это пугает. Потому что я ненавижу вопрос, сколько. Хоть у меня и хорошо с математикой, но я ненавижу вопросы, которые касаются арифметики. Я не люблю в людях всё считать. Либо в деньгах. Либо в количестве друзей. И всего этого прочего. Это не по мне. Я выше этого уровня. Главное какое. Нисколько у него чего-нибудь. Пойдём в сокровищницу. И возьмём... Это же свиток, который... О! Свиток Чёрного моря. Ой, извините. Свиток Мёртвого моря. Начинаю путаться. Взяли клюши. Взяли клюши. Пойдём клюши. Обратились. Взяли ключик. Пойдем. Ну, давайте пойдем наверх. Мяски, которых я не то что ненавижу, но немного недолюбливаю. Ну, как и всех, в общем-то, врагов. Было бы легче играть сразу, сражаясь с боссами. Ну, только открываю всякие сокровищницы, чтобы улучшаться тоже можно было. Хотя, я не знаю. Тупо с боссами было бы скучно играть. Без всех этих маленьких порошков. Игра хоть и проста, и гениальна. Проста, а гениальна. Даже очень проста. И тем более очень гениальна. Но... Слишком хардкорна. Тут нету сохранений, что меня и печалит. Так и хочется сказать одно слово. Печалька. Этой игре мне нравится больше всего и графика. И то, что эта игра непредсказуема. Каждый новый раз вы играете за совершенно нового персонажа. В том смысле, не за Каина, там... За Исака. А вы получаете новые обновления. Вы становитесь другим. А вы очень сильно меняетесь. Что иногда даже понять нельзя, кто это. Каин или Исаак, допустим. Иуда или Ева. Это опять же эти бородачи по углам. Ну что, получил? О, это же жизни. Ну и пойду сразу к боссу. Хотя нет. 11 бомб можно попробовать. Может тут тайная комната. Нет, ладно, пойду. Я не хочу слишком долго зачариваться за этим уровнем. Тем более, я думаю, что... Очень-то интересного там ничего и не должно быть. Хотя, не знаю. А с другой точки зрения, вы нарабатываете... То, что самое важное в этой игре. Это опыт. Опыт в смысле не как очки. А опыт игровой. Хоть вы, может, и умрете. Но вы станете опытным игроком. Просто я уже поднабрался немного опыта. И мне, если честно, немного впадло. Ходить, тратить столько много времени, убивать этих врагов. А иногда и тратить жизни. Тем более, я думаю, что... Там ничего интересного... Быть просто не должно. Чему-то мне не везет. Я хочу, чтобы меня атаковали всадники там. Без головы какие-нибудь. Ладно. Пойдем в комнату дьявола. Лопата. За одну жизнь. Как вы думаете, покупать? А это что? Книга Белиала. Прикольно. Я, наверное, возьму лопату. Интересно, она одноразовая или как? Так. Хотя, наверное, reduz не вреду. Александр, который яesterol поднаб Eden. Например, в этом лопатуe и сельское противн overwhelming. Книга Белиала. Спасибо. Теперь. Что это было? Вот этоiot. Т 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 тboard sandy. Надеюсь, она не будет набираться очень долго. Хотя с другой стороны, когда я сатануток победить не смогу с таким оружием. Если, конечно, я до него дойду. В чем я лично сомневаюсь. Ну, в общем-то, поэтому и копаю. Потому что, что дойду, то... Навряд ли. Этого даже быть не может. Я еле победил мамочку. Кстати, у меня это заснято, но без звука. Как я дрался с мамочкой. Ну, как без звука? Звук плохой. Я был немного нетрезв. У меня немного подвисает игра. Кстати, это мне иногда и помогает. Чем больше врагов, тем больше подвисает игра. Потому что больше нужно ресурсов, чтобы их обслуживать. Ну, что-то вроде этого. И мне дали какую-то карточку. Чарриот. Колесница. Я не помню, что делает этот Чарриот. А, вот что. Ну и смысл. Если честно, я смысла не понял его. Ну, так, прикольно бы было там с кем-нибудь сражаться с такими наземными врагами, которые их можно достать. Некоторые расстреливают через какую-то дырку. А, вот что, если честно, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. С'intoxик. Продолжение следует... Продолжение следует... На этом я и закончу. Серия не получилась очень долгой. В чём я лично сожалею. Потому что у меня была лопата, и как раз она бы полностью перезарядилась после этого боя. Ну, ладно. До свидания. С вами был Иннокентий и его обзор.